Мы поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого, за земью великую. Несколько месяцев назад я открыл для себя Валерия Константиновича Железова. И был поражен размахом этого недюжинного человека, размахом сделанного. И общаясь с разными людьми, я пытался понять и для себя отношения, взаимоотношения, характер этих отношений Железов, как самородок, как любитель, как самоучка. И отношения его, прежде всего, с наукой. И обнаружил для себя, пришел к неутешительному выводу, что эти отношения, в данном случае, как и во многих других, строятся, как и во многих других отраслях нашей жизни, на противоречиях. И эти противоречия, вместо того, чтобы разрешать, нами или игнорируются, или разрубаются. Что приводит к довольно печальным итогам. Можно оглянуться на наши сады, на состояние нашего садоводства, питомниководства, других отраслей нашей жизни. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы это напряжение снималось. Мне очень бы хотелось, чтобы человек был понят. И понят был при жизни, а не так, как у нас принято. Иногда мы умудряемся вспоминать, когда человек уже далеко куда-то ушел. Хотя не забываем порой и пинать. И вот я хотел бы начать наш разговор с Валерием Константиновичем с того, чтобы спросить его отношение к ведущей фигуре русского садоводства, к Ивану Владимировичу Мичурину. Два слова, почему. Когда мы получили его статью, в одной фразе у него прозвучало это имя. И оно выражало несколько негативное отношение, что он сказал и произнес, что сибирская яблоня не является донором зимостойкости. То есть мало нам полезно в плане борьбы за повышение зимостойкости нашей культуры яблони. И меня это насторожило. Я долго бился, и я думал, как бы ее обработать. Но снять я не хотел, потому что я стараюсь оставить авторский материал, потому что читателю должен быть интересен не редактор, не столько редактор, сколько автор. И я стараюсь, чтобы авторский взгляд остался. Я его оставил для того, чтобы как-то в глазах читателя реабилитировать себя. На соседней странице я поместил цитату Николая Заболоцкого, стихотворение, в котором он прославляет Мичурина. Но, тем не менее, этот вопрос у меня остался. Мне хотелось понять все-таки отношение к такой величине, как Мичурин. На вчерашней лекции я услышал от Валерия Константиновича, он сказал, я Мичуринец. Я вот хочу попросить вас, чтобы вы объяснили, или чтобы все поняли, ваше действительное отношение. Потому что вырвана одна фраза, я понимаю, что она не может объяснить все. Так, вы задали самый интересный вопрос. Дело в том, что я расцениваю любую науку, даже когда с течением времени происходят факты, открытия, которые противоречат всему, чего было до того, до этого. Все равно, я считаю это не отрицанием, а эволюцией. Солнце вращалось вокруг Земли тысячи лет. Те, кто это утверждал, мы до сих пор считаем гением. Так, назвать фамилию. Извините, я вам перебью. Это я сейчас подхожу близко. Я перебью, я просто сегодня думал об этом разговоре. И хотел как раз сказать, что Коперник не отрицал Птолемея, хотя его теория, можно сказать, противоречит и совершенно не совпадает. Но нельзя отрицать того, что было. Это было на определенном этапе. Вы сказали... Это просто яркий пример. Да, открытие все перевернуло снег на голову. За одним, к сожалению, было отринута автоматом через этим, что раз земля не центр мироздания, значит и Бог... Все не годится. Вот. Поэтому мы сейчас переходим к садоводству. Значит, дело в чем. Вырванная фраза из констекста, она, конечно, все объяснить не может. Поэтому я благодарен тем, кто организовал эти съемки. Потому что я сейчас отвечу так, что окажется, что противоречия нет. Есть эволюция. Смотрите, я начинаю с чего? Как получилось? Лысенко, да? Я для себя отделил ее. Дело в том, что она так и называется. Я не ухожу в сторону. Лысенковская-Мичуринская школа. Лысенко – это зерновая и злаковая культура. Мичурина – это плодовая культура. Их объединили под одним целым. Лысенко делал новые сорта холодом. То, что я, если помните, вчера на семинаре что сказал? Те качества, которые проявляются в деревьях, не были замечены учеными, которые были южнее меня только потому, что они не проявлялись. Или если проявлялись, то не сильно. Или проявленные качества исчезали тут же навсегда. А проявиться они могут только в состоянии крайнего холода и в состоянии на грани выживания растений вообще. Вот тут-то чудеса и случаются. А я оказался, я и деревья плодовые, причем не любые, а сорта мировых стандартов, частично, российские стандарты и мировых, оказались как раз на грани выживания. Интересно было им продлить век, приспособить. А теперь смотрите, разве это противоречие? Лысенко холодом новые сорта получал? Получал, я, может, не буду подробнее говорить. Слова Мичурина запали в душу о том, что влияние именно условий существования дерева, ну а дальше идет климат, почва, та-та-та, оказывает сильнейшее воздействие на дерево, на его потомство. А ведь именно, когда появилась генетика в чистом виде, и слово наследственность стало, наследственность стало чем-то не просто определяющим в развитии науки, а оно отрицало то, то есть это как получается организм определенный, ну мы говорим генотип в целом и фенотип про каждый из нас, что он подчиняется только вот этой комбинации генов, ну как бы это выразиться. Это как скелет, как здание, и оно будет таким, и оно будет нерушимым. Я уж по-своему объясняю. Так вот, я постепенно пришел к такому мнению, а я всегда эти мнения такими парадоксальными примерами объясняю. Почему я, когда меня обозвали с целью оскорбить лысенковцам, да, с благодарностью принял это звание. Поймите правильно. Я беру отличенный пример зернышка. Мы не можем этот опыт повторить, мы не можем распилить его, мы не можем найти два одинаковых зернышка. Фенотип это такая вещь, что повторить его невозможно. Это значит, что только умозрительно. Ну попробуйте, если кто-то скажет, что ты не прав, генетики тебя съедят, но попробуйте доказать наоборот, пусть не докажут, что это не так. Я это зернышко отвез, посадил в Италии, это зернышко отвез себе в Хакасию, где у нас всю зиму это показывали соградостные морозы. А этот самый, только умозрительно, оно одно. Там с него вырастет культурное дерево, а у нас дичок или полукультурное. Палитра гораздо шире. Я расцениваю, несмотря на то, что все это антинаука, организм, который в будущем сформируется из этого зернышка, он будет разным в разных условиях. Там не просто жесткая комбинация ДНК, там происходит, ох, смеяться надо мной будет, перекомбинация, перекомбинирование. Это значит, что зерно, заранее зная, ну как только уже, когда его посадят, зная обстановку, по возможности, постарается проявить качество одни в одном случае, другие в другом случае. А это значит, что у меня в Хакасии, в Сибири, на повестке дня что? Выживание. Пусть будут поплоше плоды. Но тогда их и помельче, но тогда их будет по количеству побольше. О качестве плодов речи не идет. А там все происходит наоборот. Чувствуя, что и мы здесь можно нормально жить, нормально плодоносить, качество получим совсем другое. Это относится и к скелету дерева. У нас оно будет чуть-чуть поплоше. Она может быть, имеется в генетической памяти, способность прижаться к земле. Интересный пример из сихотолинских этих реликтовых абрикосов. Вот они растут. Внизу маньчжурский абрикос, громадина. Даже море впечатлил, кто видел фотографию, да? Это громадина. А потом, а там 5 орелов, 5 этих микрозон. А вот выше, выше, и вот там на высоте тысячу две метров кустарник. Как эта среда не влияет на него? Абрикос, что, единое целое? Вот он, фенотип, 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 и добрался. И пусть это происходило миллионы лет назад, то есть не миллионы лет назад, а в течение миллионов лет, и естественно не сразу он с огромадиной стал этим самым карликом. Но это произошло долго, но так как произошло, способность в него была заложена сразу, генетически. Уже на уровне ген, и говорить, что всё жёстко запрограммировано, мы не имеем права. И я считаю, что с этого можно, именно отталкиваясь от этого, можно выявить необычные способности. То, что я сейчас скажу, это, конечно, для атеистов будет, если убедительно, то это пощечина, и наоборот, меня обзовут, надают пощечин, пусть мысленно. Но дело в том, что я пытался разгадать тайну происхождения на Земле. Я не буду здесь, это серьёзный разговор. Я приду на то, что она полна фантастика, да? Кто видел сайт, знает, о чём речь идёт. Но будем же говорить, что мы имеем готовое зерно. Если бы в течение трёх-пяти тысяч лет, а это уже время культурного садоводства, если бы деревья развивались от самых диких, абсолютно несъедобных, мелких, до вот этих роскошнейших итальянских абрикосов, мы уже, кстати, почти подходим к этому. Отставание идёт только потому, что времени мало. Они тысячи лет, а мы там 20-30 лет. И что шло так, что кто-то взял и вдруг или вдруг случайно где-то нашёл среди диких абрикосов друг с крупными плодами, посеял, отобрал, посеял. Я очень сомневаюсь, что это было так на самом деле. Дело в том, что расщепление свойств и способность к одичанию превосходит способность к появлению более качественных плодов примерно как 2-3 тысячи к одному. Это, кстати, не совсем даже мои данные. Вот, например, чтобы выявить зачатки нового сорта, это 2-3 тысячи деревья перейдет на подошение только в одном случае. Ну, я пока мой любимый пример с абрикосами. Это не мой пример научный. А это означает, что если вдруг ты выявил сорт, а прививка тогда речи не было, в шкурах ходили, но среди людей ходив шкур наверняка уже были задатки садоводов. Но, тем не менее, если он соберется распространить, если он вырастет с этого плода выдающегося дерева, соберет урожай, посадит они опять дикие. И вот мне кажется, что если бы и была вот эта последовательность, крупные, выявили, крупнее и крупнее, дошли бы до таких абрикосов. Теория вероятностей не позволяет, не сходится. Моя теория проста, как 5 копеек. Я не говорю, откуда взялись деревья на земле, они сразу были культурными. Пусть не аплодируют тех, кого мы называем богоискателем, богословами. Это работает на их мельницу. Пусть. Я с этим согласен. Я сам верующий. просто произошло одичание. И я подвожу к этой мысли, почему я сынусь и мельничаю. Произошло одичание. Данные, эти самые качества, они никуда не делись. Они ушли на второй план. Я за эти годы, кто читал мои статьи, напридумал много терминов. Переходя от одного к другому. Дреблющие гены, спящие гены, так. Гены агрессоры, гены это самое, которые, ну, в целом, это те гены, которые могут проснуться только не гены, гены, так удобно произносить слово, легче, комбинация генов. Происходит перекомбинирование и деревья, которые должны были погибнуть в определенных условиях, большинство погибает, но деревья, вернее, семена превращаются в деревья, которые вдруг не погибают. Вот это вот дало толчок к дальнейшей работе. А дальнейшая работа выглядит так. Значит, раз семена имеют палитру, завтра будет семинар, я покажу фотографии разных семян, разной схожести и объясню, а здесь хотя бы умозрительно. Итак, семена, если это продолжать вот эти примеры рассмотреть, то как раз любой человек перед тем живым, тем, что и я. из одного ящика и при одних условиях хранения, стратификация, мы имеем спящие семена, только проклюнувшие, хорошо проклюнувшие, годные к посадке, переросшие и уже не годные к посадке, потому что переросшие. Вот это палитра, раз. Способность зайти на второй, на третий год, два. Они все разные, так. и потом из них вырастают совершенно разные деревья, совершенно разными плодами. Для чего это нужно? Во-первых, хорошо тем, кто с этим согласится, у него начнет что-то получаться. Почему? Итак, мы уже подвойный материал, он, как правило, имеет характеристики плодов гораздо хуже, фактически это дички, хотя из них много есть, достаточно, в будущем, седов, над плодами, но мы выбираем подвойный материал, сейчас поймете, как я приду к Мичурину, который должен выдерживать 50 и более градусов. Так? Надеемся, что вырастут культурные плода, с них трудно. Если какой-то из этих семей не даст более культурный плод, а может, я уже решил для себя, что это качество заложено, у него будет ниже морозостойкость. Значит, качество подвоя не годится, дождались плодношения, замерзло, будем говорить только подвоем материале. И вот тут начинаются чудеса. Во-первых, в нем уже есть культурные гены, именно те, то есть потенциальная способность давать культурные плоды. Почему я так говорю? У меня десятки фотографий, у меня есть статьи, это все уже рожевано, но не тема просто интервью. Просто придется поверить на слово. Мы имеем супер морозостойкий подводный материал, за которым заложены миллион лет назад ушедшие в резерв клану командования культурное качество, в том числе, что нас интересует, кроме морозостойки, только качество плодов. Теперь, развивать эту тему с помощью семенного размножения мы не можем рекомендовать ни простым дачникам, шестисоточникам, потому что они дождутся, и это им надо 10, 20, 50 деревьев вырастить, 100, чтобы из 100 хотя бы был выбор, а не их путь, да? Крупные плодопитомники, продавая тысячами, десятками, сотнями тысяч непривитых саженцев, они просто, зная вот эту статистику, это отмечу, верно, кстати, статистика, и сотни, несколько, остальное не то, вот, они просто подставляют дачников, но самые пытливые могут сделать следующий вывод, этот путь науки, уважительный путь, уважаемый путь, его путь в выращивании корнесопных деревьев, но уже скрещенных с таким расчетом, чтобы получить качество плодов при достаточном разостойкости, вот, этот путь заслужит уважения, вот, нам по-моему уже таких подвижников не осталось, последний Байкал, он прошел путь Мичурина в Сибири, это здорово, кстати, но уже следующие поколения похлипче, уже, наверное, таких нет, и еще почему, надо, чтобы человека, который таким путем продвинет абрикосы на север, с сохранением качества, или те, ну, абрикосы, это как, мы от него толкиемся, а в уме держим любой вид, вот, чтобы продвинуть на север, хотя бы ухудшением качества, чтобы они все-таки были съедобны, а это пока синица в небе, журавель в небе, то получается, он должен рассчитывать на подвижеский труд в течение 20-30-40 лет, и возможно еще и передать наработки другому. так. Субтитры подогнал DimaTorzok Продолжение следует...